МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации Толерадо и компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Подрихтовка до зимы. На сегодняшнем посаджении гомельского облога Конкама обмеркована готовность предприемства и организации до работы в осенне-зимовый период. Калястана в Уколцов с шастей краин. У Гомеля проходит международная конференция радиобиологии, актуальные проблемы. Сбиракчилясный фонд. У Беларуси пройдя акция «Чистый лес». А зараза б гэты меньшим больш подрабязна. Подрихтовка котельня, замена тепловых сеток, экономное выкорыстание палевно-энергетичных ресурсов и повышение надейности работы электричных сеток. На сегодняшнем посаджении гомельского облога Конкама обмеркована готовность предприемству и организации до работы в осенне-зимовый период. Захученными выниками ознаеме уся Олег Синцерову. Синоптики еще обещают некольких комфортных день, але протягом теплом надворе застается только марить. Самый час подвести выники проведенной работы по подготовке до осенне-зимового периода. По великим рахунку до подачи тепла жилые домы должны быть готовы уже сейчас. Сегодня на балансе жилево-коммунальных эксподарций находится больше 5 тысяч тепловых узлов и все без выключения готовы до работы. Причем у новобудовлих установлено обсталевание, которое позволяет обслуговать квартиры в автоматическом режиме. Это гарантует постоянное выполнение социальных стандартов по потреблению комфортной температуры в квартирах. Что между тем не выключает необходимости створения специальных аварийных бригад, которые в круглосуточном режиме будут готовы ликвидовать любую позаштатную ситуацию. Особная увага в модернизации неэффективных котельных, на некоторых страция тепла довольно изначно превышает нормативные. Например, Гомельский район. В прошлом году передали котельную тепличного, которая, к сожалению, крупная котельная, с завышенной мощностью, плюс с тепловыми сетями на самой территории тепличного, там не все в порядке, и так далее, и тому подобное. На выпадок надзвучайных ситуаций, у гэта осенне-зимовый период на Гомельске будут заденечены некакие перосовных модульных котельных, что оттечется на явности палева, то у некоторых сверх, и оно уже нарыхтованное в полном объеме. У инших гэта процесс наближается до завершения. При гэтом до усих обовязковое потребование. Створные запасы повинны выкорствоваться по правым призначениям, что мая на увазе обсталевание местов для складирования. Амаль 800 объектов культуры Гомельской области гэта оттечется так само. Это должны быть навесы или специально оборудованные помещения, даже в виде сараев. Но должны быть условия, чтобы потом не были потери для большего использования топлива при проведении топительного сезона. Поэтому, конечно, мы обращали внимание на то, чтобы создать эти условия. И эти условия у нас созданы в полном объеме. Подрехтовка котельных, экономное выкорствование полеэнергетичных ресурсов, повышение надеянности работы электрических сеток и подрехтовка спецтехники для обслугования дорог. У якости эксперимента у Гомеля гэта зимой планують навод частково отмойца от выкорствования песчано-соляных сумесел на корысть больштанного экологично чистого галита, техничной соли, якая заваляется отходом калийной вытворчести. Подчас посаджения оборудования на явности значных проблем не каже никто. На ликвидацию истнуючих недопроцовок доезда 2,5 тыдня. Для кончаткового оснащения водонапорных вежев обсталеванием для забора воды пожарными автомобилями месяц. Все работы выполнены, объекты, соответственно, подготовлены к работе в отопительном сезоне. Получены все паспорта готовности, как на теплоисточники, так и потребители соответствующие получили паспорта. Это в целом позволит обеспечить безаварийное и надежное прохождение отопительного сезона. Олег Сентеров, Яген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Головное управление юстиции гомельского Аблвыконкама отримало властный будинок. Ранее его подразделения находились одразу по шести адресах. На сегодняшнем новоселье побывали наши корреспонденты. Город Гомель, в улице Фрунзе, 6. Теперь это новый официальный адрес Головного управления юстиции гомельского Аблвыконкама. На трех поверхах будинка, який ранее належал одному из банков, каля 50 супрасовников. Починаючи от канцелярии, минавито тут будут сустракать наведовольников. В уголе Головное управление юстиции достатково великая структура. У зоні его отказности, ЗАГСи, архиви, юридичная экспертиза правовых актов. Мы занимаемся проведением обязательной юридической экспертизы принятых нормативных правовых актов райисполкомами, обесполкомов. Мы контролируем деятельность нотариата, мы ведем большую работу по организации работы органов ЗАГСа. Вот те основные вопросы, которые мы решаем. Ну и, безусловно, очень много вопросов касательно регистрации политических партий, регистрации общественных объединений. У одним будинку Центрального аппарата Головного управления юстиции и его структурное подразделение Управление промыслового выканания. Пять годов тому президент Беларуси принял решение об створении одинной системы органов, які будуть займаться выкананием решения судовых и администрационных органов, той же податковой службы и едя жалтой инспекцией. Все не на одного супрацовника управления, что месячно приходится больше, чем 250 документов. Работы шмат, а тому створение належных умов працы – життёвая необходность. Здесь решение вопроса может быть в первую очередь за счёт развития информационных технологий. За последние несколько лет судебные исполнители получили доступы ко всем основным базам данных различных государственных органов и организаций для того, чтобы сделать процесс исполнения максимально автоматизированным. Сегодня не надо уже судебному исполнителю, как когда-то 5-10 лет назад, направлять запросы в различные органы, для того, чтобы проверить имущественное положение должника. Олег Синцеров, Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадо и компания «Гомель». В регионе протягивается уборка кукурузы на зерне. Зараз работы завершены приблизно на 40% площадь до плану. Середняя уроджайность на даденый момент – 67 центнеров с гектара. Пронесшему самый высокий показчик у агрария у Мазырского района – 85 центнеров. Лидер по темпах работ – Кармянский район. Огульный намолот в области зараз складает больше, как 130 тысяч тонн. Протягивается и уборка бульбы. Работы завершены, амаль на полове площадь. Накопана свыше 52 тысяч тонн. Уроджайность складает 232 центнеры с гектара. У Беларуси снова почнуть проводить профсоюзные правовые приемы. Юристы откажут на пытание у всех жадающих, связанное с обороной прационных правов и социально-экономичных интересов. Такая форма работы правовыми инспекторами профсоюза ожитивляются с саковика 2015 года. Звычайные приемы проходят каждый последний четверг месяца в районных и городских объединениях профсоюзов. Обместо и часе проведения консультации можно доведаться на портале Федерации профсоюзов Беларуси, а так само по телефону в организацию профсоюзов своего города Альбо района. Калястан-Новыковцы в шести краин приехали в Гомель на международную конференцию «Радоя биология. Актуальные проблемы». Двухденная встреча в ученых проходит в институте радиобиологии. Оформил дельничеюсь доследчики из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Швеции и Японии. Побывала на конференции и наша здымочная бригада. Навуковцы выучают выники доследований по оценке уплыва электромагнитных выпромениваний на биосистемы всех узроней. Среди темы, медико-биологичные аспекты дения радиации, формирование доза променивания на человека, способы их снижения. Ученые разглядают методы радиоэкологичного мониторинга за обручеванием новокольного сиродия после ядерных аварий на Чарнобыльской АЭС и на Фукусиме-1, а так само на Семипалатинском выпробовальном ядерном полигоне. Акумота Шуичи, японский навуковец, разом с коллегами из Института радиобиологии распроцовывает технологию эффективных микроорганизмов. Это смешанная культура корыстных микроорганизмов, якая выкористовывается для повеличения микробной разностайности хлеба и снижая утримание у ее радионуклидов. Зараз распроцовка проходит регистрацию на территории Беларуси. Мы занимаемся разработкой микробиологических препаратов. И одна из наших задач это разрабатывать препараты, которые снижают переход радионуклидов из почвы в растения. И вот в этом плане мы сотрудничаем с Институтом радиобиологии еще с 1996 года. Радиооценные даже 32 годы тому пройшли и над Швецией. В ученые с этой краины до этого часу активно доследуют наступство техноенной катастрофы. Активно сопрацовничают в этом накерунку с белорусскими навыковцами. Наприклад, зарабили дозиметр, один идеющий компонент, якого «звычайная соль». Кажуть, он каштое копейки и верьми эффективны. Яхо опробовывать в Ветковском районе. Худко будут вядомы основные выники на зеранне. Прошло уже достаточно много времени после Чернобыльской аварии и мы хотим выяснить, какие же уровни и как они варьируют в настоящее время и какую дозовую нагрузку получают местные жители. В Швеции мы проводим схожие измерения и наша задача сравнить, какие же уровни радиации в Швеции и в Беларуси. Удельники конференции вынесли пропонову на Узровню Республики створить специальные державные навыковые программы в углении радиоэкологии, радиобиологии и инших сумежных накерунках. А так само наладить больше тесное международное супрационистство для доследования вплыва опроменеваний на живые организмы. Марина Джалая, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Завтра будет означаться сусветный день борьбы с шаленством. Его основная задача – притягнение уваги громадскости, додаденные проблемы и освета насельництва. Напередодне у Гомельским городским центра гигиены и эпидемиологии отбылся круглый стол по теме профилактика шаленства. Специалистами была огучена эпидемичная ситуация в областном центре, ветеринарно-санитарные правила по продухе лени, диагностиции и ликвидации захворывания, а так само правила утримания хатных годованцев и контакта с дикими. За восемь месяцев 2018 года на территории города Гомеля зарегистровано пять выпадков шаленства сирот живел. Это небеспечное захворывание может передаваться людям про слюну инфицированных зверов, как правило, при укусах и драпинах. Шаленство, сиротное захворывание, но его можно попередить. Сродком профилактики з'являются прищепки особам, которые потерпели от контакта с живелой. Треба означать эффективность проводимых мероприемств на прямую залежить от своего часового сворота за медицинской допомогой. Самое главное это исключить контакт с животными безназорными и дикими животными. Но если уже случай контакта произошел, укус, отцарапание, то в первую очередь нужно обратиться в учреждение здравоохранения, где ему будет оказана терапическая помощь, назначено лечение и соблюдать это лечение в соответствии с рекомендациями строго. Не прерывать самовольно, не отказываться. Врач, ну, врачу виднее, он оценил риски, поэтому строго соблюдать. Актуальную информацию по пытаниях профилактики шаленства можно отримать завтра подчас хорача и линии врача-эпидемиолога Гомельского хороцкого центра гигиены и эпидемиологии. Телефоновать треба по номеру 254951 с 10 до 12 1. Акция «Честылес» пройдет в Беларуси 20-го Кострычника по инициативе Министерства лесной господарки. Головная задача – притягнение уваги насельництва до необходности биражливых относинов до головного природного ресурса краины. Проблема несанкционированных звалок будовничных и бытовых отходов по раннейшему застаётся актуальной. В связи с этим Министерство закликает всех необъяковых жихаров нашей краины объеднать намагание и унести свой уклад в наведение парадку на территории лесного фонду. Для этого достатково звернуться у лесництва и заявить про своё жадание. Организации Министерства лесной господарки забеспечить усих удельников мероприемства необходным инвентаром. Макет национальной библиотеки с кветок, миньоны с кабачков, рыбки с лимонов. Областный экологичный конкурс «Зелёный витамин» в 16-й раз пройшёл в Гомельском областном палаце творчасти «Дятей и молоди». Мероприемство провело областное отделение Белорусского Дитячого фонду. В делу конкурсе приняли выховансы маль трех десятков специальных интернатных установ, социально-педагогичных центров, специальных дошкольных установ детячих домов семейного типа. Усяго свыж сотни хлопчиков и девочинок. Яны разом со своими наставниками створали эстетичные выставы, выкананные в один стиле и объединенные в сюжет. Задовины, Городнины и незвычайные природные элементы. Благодаря этой выставке, благодаря этому мероприятию мы имеем возможность проводить экологическое воспитание у детей, давать образование ребятам. Дети повышают, то есть заняты досуг у них, потому что все красивое они хотят показать, то, что есть на белорусской земле. Вы увидите, и душа, когда проходит эту выставку, душа просто радуется за то, сколько на нашей земле талантов. Сегодня православная церква означает узвижение подчестного и животворного крыжа Господняха. Такая полная назва святая, которое коротко называют узвижением. Это одно из великих двенадцатых непроходных святов православной церквы. Его установление связано с подеем 4-го ста годзе, когда святый Ронапостольный Константин велик изробил гнанной римскими императорами християнства державной религией. Неу забаве после этого мать Константина царыца Аллена отправилась в Иерусалим с метой сдобыть наивеликшую святыню християн крыш, на яким покутывал и помер уся вышний. Таким чином была знайдена 5-го гроба Господня и неподалеку от ее три крыши. Крыжа Иисуса Христа был вызначен тогда, когда хворая женщина, на которую их по черзе складали, отремалывали отчинни. С тых часой говорить, если на извижении зверой помолиться ля крыша, то он и мертвого подымет. По царконам статуте в этот день устанавливается одноденный пост. В народе святос упадало с часом поворот на зиму. В этот день так само было принято запрошать дом священников, которые читали холные молитвы для дома и будущего у Раджаю. Это и так само иншые новины вы можете знать на нашем сайте факты и спортивные огляда. Я с вами разведываюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. На Беларусь 4D-факта в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Охота не задалась. На территории Полесского радиационно-экологического заповедника поймали двух браконьеров. Мужчины, не обращая внимания на запреты, отправились за дичью, но повстречались им лишь сотрудники Брагинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. В связи с тем, что эти граждане осуществляли незаконную охоту на территории зоны радиоактивного загрязнения и даже ввиду того, что они не добыли никакой дичи, но за сам факт незаконной охоты на этих территориях было возбуждено в отношении их уголовное дело. Грозит им или большой штраф, или даже вплоть до лишения свободы. Прошлой ночью в Гомеле спасатели выезжали по вызову поступившему от медиков. Помощь понадобилась пенсионеру, который не смог самостоятельно встать с сидения зала ожидания ЖД вокзала после продолжительного сна. Выяснилось, что за время сна рука мужчины застряла между стульями и очень сильно отекла, из-за чего самостоятельно извлечь он ее не смог. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента доблокировали руку мужчины. Пенсионер медицинской помощи не нуждался. На бульваре Дружбы в Мозере дорогу не поделили Митсубиси и БМВ. В результате столкновения 61-летний водитель японского авто получил травмы и был госпитализирован. Он же, по словам госинспекторов, стал виновником ДТП, не уступил дорогу машине, двигавшейся по главной. Стоит отметить и тот факт, что оба автомобиля не имели допуска к участию в дорожном движении. И еще одна новость от госавтоинспекции. С 28 сентября по 7 октября на дорогах Гомельской области будет проходить комплекс профилактических мероприятий «Встречная полоса». Планируется проведение спецрейдов, направленных на выявление и пресечение нарушений правил обгона и выезда на встречку. За 8 месяцев 2018 года на территории Гомельской области произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 15 человек погибло и 34 получили ранения. Причиной дорожно-транспортных происшествий на полосу встречного движения либо нарушение правил обгона. Госавтоинспекция напоминает, что согласно кодекса об административных правонарушениях водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, тогда, когда это запрещено правилами дорожного движения, грозит административная ответственность от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления либо без лишения права управления сроком до 1 года. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Василий Кириенко финишировал в десятке в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту, который проходит в Австрии. Ричичанин преодолел 52 километра 100 метров с девятым временем. Победителю австралийцу Руану Деннису он уступил более трех минут. Напомню, что Василий Кириенко становился чемпионом мира в этой дисциплине в 2015 году, а год спустя также поднялся на пьедестал почета, выиграв серебро. Состоялась жеребьевка 22-го розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу. В финале четырех женского турнира сыграет баскетбольный клуб Гомельсош. Соперником гомельчанок в полуфинале будет Олимпия. Напомню, что в прошлогоднем розыгрыше трофея команда Сергея Кулешова оставила Гродненскую дружину вне пьедестала, выиграв матч за бронзу. Вторую полуфинальную пару составили две столичные команды «Цмоки» и «Горизонт». В субботу 29 сентября в Минске в спорткомплексе «Ргуора» пройдут полуфиналы. На следующий день на этой же арене состоятся решающие поединки. Финал и матч за третье место. В Кубке Беларуси по волейболу до решающих баталий еще далеко. В турнире мужских команд определились составы четвертьфинальных пар. Гомельской команде «Энергия» на этой стадии в сопернике досталась витебская дружина маркова ГТУ. Путевку в полуфинал разыграют в двухматчевом противостоянии. Первая игра пройдет на поле соперника второго или третьего ноября. Ответный поединок состоится уже в Гомеле 23 или 24 ноября. Напомню, что в ближайшие выходные «Энергия» дебютирует в дивизионе А чемпионата Беларуси. На паркете спорткомплекса «Локомотив» гомельчане дважды сыграют с Могилевским коммунальником. В субботу 29 сентября матч начнется в 18.00, в воскресенье в 13.00. В Гомеле прошли сразу два борцовских турнира под эгидой БФСО «Динамо». В открытых первенствах спортообщества по греко-римской и вольной борьбе принимают участие более 300 спортсменов возрастом от 11 до 15 лет. Соревнования приурочены к 95-летию «Динамо». Сначала на ковры выходили вольники. Медали разыграли в двух возрастных категориях 11-12 и 13-14 лет. После сильнейших выявили борцы классического стиля. Тут участники были уже постарше. 12-13 и 14-15 лет. Стоит отметить, что успешное выступление белорусских борцов, в том числе и воспитанников «Динамо» на международной арене повышает интерес к этому виду спорта. Это видно и по детским турнирам. Конкуренция очень большая. В прошлом году было участников на 20% меньше. И это говорит о том, что вольная борьба и греко-римская борьба имеют большую популярность в нашей стране. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова